Доброе утро! Мы находимся в одном из центральных заведений города Екатеринбурга. Формат его спик-изи. Это формат, который родился в 30-х годах в Америке, в 30-х годах 20-го века. Со мной находится рядом шеф-повар этого заведения Дмитрий. Доброе утро. Доброе утро. Можно пожмой ваше луку? Да, конечно, можно. Итак, какое из американских, а я вот так понимаю, что мы сегодня готовим американское блюдо, мы сегодня будем готовить? Вот. Сперва мы начнем готовить стейк-энд-чиз. Классическое американское блюдо, но для русского, так сказать, человека это просто бутерброд. Нам понадобится вырезка, болгарский перец, шампиньон, чеснок, белый лук, самый простой сыр гауда и масло растительное. Никаких там изысков нету, булочка. Можно использовать простой хлеб толстовый, то есть... Что мы делаем с мясом? Нам надо его порезать ломтиками. Это я буду делать? Да. Это я буду делать? Да. Болгарский перец с соломочкой. Лук тоже полукольцами, половинка лука нам для этого понадобится. Берем шампиньон, он нам понадобится целый, хороший, он уже чищеный у нас. Да, шампиньончик, так. Пожалуйста. Что дальше с ним? Шинкуем дольками. Нам понадобится зубчик чесночка, который надо изрубить мелким-мелким кубиком. Так это делается? Пожалуйста. Я стесняюсь. А что вот чеснокодавилки-то ведь не изобрели еще, да, на кухнях в Америке в 30-х годах? Очень красиво, спасибо, Дмитрий. Все красиво, пожалуйста. Дальше нам понадобится сковородка. Так. Масло. Так. Наливаем масло. Сейчас мы будем обжаривать овощи, затем введем мясо. Первым идет перчик. Перчик пошел у нас. Вот этим мы будем. Следом сразу же за ним у нас уходят грибы, лук и чеснок поочередности. А на какой температуре нужно обжаривать? Прямо на таком насильном огне? На сильном, да, раскаленной сковороде. Все, уже вводим? Вводим мясо. Прямо уже все, прямо вот так вот я могу сделать? Прямо вот так, да, мы можем сделать. Пиво. Соль, перец. Берем сыр, то есть мясо. На хлебушек, пожалуйста, вот на эту половинку нет мяса. Мясо, мясо сначала на хлеб. Да. Я правильно понимаю, что хлеб вообще может быть любой? Это может быть и тостовый, может быть хлеб. Хлеб может быть абсолютно любой. И батончик из любви, наверное, в другом. И черный, и белый. Не имеет значения. Не имеет значения. Отлично. Вы же готовите дома для себя. Мы же должны выложить сейчас. Аккуратненько, красивенько, да. Сыр в терочку и сверху. Прямо на терочке. Одного такого кусочка будет достаточно. Достаточно вполне. Ну, что тут сказать. Дмитрий, спасибо огромное. Благодаря вашему талантовому умению нам удалось приготовить настоящий американский завтрак. И блюдо это... Стейк и чиз. Запах стоит потрясающий. Я, честно говоря, не знаю, что здесь еще сказать. Приятного аппетита. Да, именно. Я сейчас буду пробовать. А вы возвращайтесь в студию Утро ТВ. А-а-а. 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 Продолжение следует...